Всем привет, с вами Роман Раскольников и я продолжаю проходить игру по названию Fear and Hunger 2. Термина. Итак, в общем-то, я немножко перепрошел некоторые моменты из-за того, что... Ну, короче, давайте я вот сейчас просто покажу. Вот, предыдущий сейф после прошлой серии. Так, просто уйти. Так, во-первых, здесь интересный момент происходит, который раньше я не замечал. Вот, я проснулся, короче, в доме мэра. Вас приветствует высокий официант. Добрый день, мистер. Насколько я понимаю, вы тоже новичок в этом городе, не так ли? У нас только что появился новый мэр в старом городе. Я уверен, что он придет в... Он будет в восторге от возможности немедленно начать свои дела со знакомства с новенькими. Пожалуйста, он ждет в обеденном зале. Так, и... Он, кстати, еще даже не пришел. Со мной кто-то разговаривал, но я думал, что он, типа, вот тут вот появляется, типа, разговаривает и уходит, а это, оказывается, труп лежит этого. Как у вас? Священника, которого я убил в прошлой серии. Так, во-первых, смотрите, в чем прикол. У меня тело 3%... Ну, 3 единицы к ХП, короче. Лечиться мне нечем. Или есть чем? Нечем. Вообще практически нечем. Ну, у меня есть кусок ткани, кстати. Так, что у меня есть из... Ну, вот смотри, бременский элитный шлем. Это хорошо. Фехтовальный гамбинзон. О, кожаный доспех. В принципе, кожаный доспех в разы лучше. И, смотрите, кольцо застывающей крови. А, ну, застывающей крови тоже хорошо. Кольцо духов. Тоже, кстати... Слушайте, а это уже... Ну, с этим, в принципе, можно играть. По идее. Да, в принципе, мы можем с этим играть. Но я уже перепрошел момент. Так, и дело в том, что я навыки выучил. Кстати, я не помню, сколько я навыков выучил. В главное меню. Сейчас попробуем снова загрузиться. Посмотрим, какие навыки я выучил. В принципе, некромантия мне точно не нужна. И я потратил камень души просто в пустую, можно сказать. Так, Хексен. Что я изучил? Во-первых... А, ну, смотрите. Короткое замыкание. Бросок гаечного ключа. Да, бросок гаечного ключа. Ну, в принципе, нормально. Так. Причинение боли. Ну да, здесь у меня больше душ было, конечно. Так. Теперь смотрите, в чем прикол. В чем особенность следующего сейва. В принципе, можно, кстати, отсюда продолжить. Я даже знаю, как мне вылечиться. Но, кстати, а есть ли у меня что-нибудь поесть? Да, можно, можно, можно с этим играть. Ну ладно. Сейчас я покажу, в чем прикол. Другое. Главное меню. Так, короче, я перепрошел момент. Вначале мне, кстати, вообще повезло. И мне выпал этот, как его. Медальон, повышающий мою ловкость. Но прикол в другом. Так, ладно. Просто я Хексен не буду открывать. Так, во-первых, что у меня есть с собой? Так. Ну, офицерский меч, он с самого начала был. Смотрите, тот же самый Бременский элитный шлем. Тот же самый фехтовальный комбез. Но там у меня есть броня получше. Чак-чак, голова и кольцо духов. При этом, что у меня есть из еды? У меня нету куска ткани. У меня есть только грязная туалетная бумага. Так, зато еды очень много. Так, ааа. Мне же еще надо посмотреть кое-что. Еще другое. Так. Так, книги. Нет, давайте мы посмотрим крафт. Во-первых, мне выпала алхимелия. Мне выпала алхимелия, первый том. И мне выпали рецепты 15 века. И я могу два пирога готовить. Хорошо. Что мне доступно из этих, как его? Из рецептов на том сейвы? Я просто сейчас выбираю, какой сейв мне играть. Продолжить старый или же все-таки начать с того момента, где я все перепрошел? А здесь, по крайней мере, я больше навыков выучил. Там мне почему-то только два камня души. Ну, значит, я врагов больше убил. Там. Так. Смотрим. Ну да, обидно, конечно. Ну, у меня здесь рецепты есть, но нету алхимелия. А лечиться у меня есть, а лечиться у меня тоже нечем. Ну, и, в принципе, это у меня есть кольцо. Ну, ладно, я продолжу с того сейва. Короче, я начну с этого сейва. Так, во-первых, мне нужен хексен. Я тут заметил, что есть, короче, великая медитация. У меня танец смерти. Кузница специй. Так, медитация. Я хочу попробовать великую медитацию изучить. Но, и так же я хочу бросок гэч... Я так же хочу короткое замыкание изучить. Но, к сожалению, у меня либо это, либо это. Некромантия мне не нужна, так. Причинение боли у меня есть. Ну, на самом деле, у меня просто в прошлый раз на один камень душ было больше. Потому что я чуточку больше врагов убил. Ловкость плюс один, атака плюс один, защита плюс один, магическая атака, магическая защита. Ну, мне, в принципе, нужен вот этот, вот этот и вот этот вот навык. Так же, подавление травмы, ангард, приказ в атаку. Подавление травмы хочу и ангард хочу изучить. Так, владение оружием. Опытный стрелок, это не знаю, пока что не планирую изучать. Убеждение, взлом. Воровство не нужно. Взрывчатые вещества. Ну, пока что я не решил, но вот мне нужно вот по-любому короткое замыкание. Мне по-любому нужны вот эти три навыка. Мне по-любому нужна Великая Медитация. Ну, а дальше по обстоятельствам. Так, что у нас тут? Гниль. Ловкость плюс один тоже, кстати, нужна. Господство над паразитами. Это у нас что? Так, вот это у нас Архер. Это у нас Винушка. Это у нас Гроград. Значит, это у нас... Ну да, в принципе, я могу прокачать все навыки. Это этот, как его? Божество страха и голода. Альмер. Здесь у нас тоже есть Кровавый меч. Защита плюс один. И обратный терновый венец. Золотые врата. Размер разума плюс двадцать пять. Раскрыть ауру. Чтение мыслей. Ну, я бы, наверное, вот это бы изучил. Раскрыть ауру и размер разума. И золотые ворота хочу тоже, кстати, изучить. В любом случае, мне придется, короче, пока что изучать короткое замыкание. Если бы у меня не было бы здесь алхимелии, книги, я бы продолжил бы с прошлого сейва. Так, что я хочу сейчас делать? Я сейчас хочу... Блин, отстань от меня. Хочу сейчас сразу же со священником сразиться, потому что священник, блин, очень опасен. Если я лишусь конечностей, можно заново начинать. Кстати, 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 кстати. А, не понял. А я не могу огнестрел таскать. У меня огнестрел же есть. Сейчас посмотрим. У меня был огнестрел. Да, вот, я не могу винтовку, к сожалению, таскать. Я хотел от... О! Тогда у меня могут возникнуть проблемы с этим, как его... С мужиком, блин, который из гробов-то вылазит. Я не смогу ему заранее отстрелить руки. Так, ну ладно, тогда мы что делаем? Во-первых, мне сейчас нужно рассудок поднять. Хе! А пиво находится в исцелении. Так, ну ладно, давай сражаться. Жуткая тишина предус... Ладно. Защита. Так, умение. Подожми. Кстати, я устанавливал правильный русификатор. Ну, более-менее нормальный русификатор, не помню. Типа я в прошлой серии играл... Ну, в прошлой серии я, кстати, скорее всего, играл со старым русификатором, потому что я не припоминаю, что подожми было что-то написано. Написано. Так, эм... Раны? Попробую в тело бить. Ой-ё-ёй. Ой-ё-ёй. А-а-а... Пускай будет старел. Я проиграл. Можно заново начинать сначала. Смело начинать сначала. А-а-а, так, подобные я уже видел, кстати. Вроде как. Ну, не знаю, типа, снимал ли я это или нет. Вы чувствуете мучительную боль в ногах. Вы продолжаете то входить в сознание, то выходить из него. Ну, то есть, вы продолжаете то приходить в себя, то терять сознание. Вы не можете избавиться от этой идеи. Ваши ноги. Ну, их больше нет. Мне вот интересно, а можно ли вот коляску угнать? Вы чувствуете головокружение, легкомыслие и безнадёжность. А тут нас сейчас снимет вот этот вот старичок. О, боже! Давай спустим тебя вниз, дружище. Вот, это немного, но, по крайней мере, теперь ты подлотан. Э, они уже вернулись? Послушай, я устрою отвлекающий манёвр и отведу этих бедных людей в другое место. Ты должен убраться отсюда сам. Вот твоя одежда и снаряжение, одевайся быстрее. Я знаю, что прошу многого, но постарайся изо всех сил, хорошо? Я найду тебя позже. Просто постарайся продержаться до тех пор. Ты готов? А, ну как же мои ноги? Ну, я ухожу. Удачи! Да, ну, в принципе, мы могли бы так поиграть ещё, но я не... Так, ладно, придётся рестартануть. Вот, это то, о чём я и говорил. Так, мы с ним уже разговаривали в прошлой серии, вроде как. Ну, он, по крайней мере, нам ничего нового не скажет. Ну, и в прошлом прохождении я тоже с ним разговаривал, он всё то же самое же говорит. Так, здесь я всё уже обыскал, кстати. Остался мне, ну, не обысканной только там, где вот этот вот священник сидит. Типа он мне мешает пройти. Так, мне по-любому с ним надо сражаться. Так, значит, мы можем защититься. Так, умень... Ой. Поднажми. А, надеюсь, я правильную руку рублю. Неправильную. А, пускай будет старёл. Так, отлично. Рубим эту, ну... А, вот оно что. Так, просто переходим в режим защиты и... Так. И просто добиваем его. А-а-а! Всё, рестартануть придётся. Руки лишился. Так, заодно посмотрим, что нам говорит, эээ, так... Назра. Вы слышите голоса, повторяющие голосом обезглавленного волшебника? Опять спим, да? Хе-хе-хе. Так, я бы просто бы прошёл бы всю игру снова на концовку экс-машина. Просто ради того, чтобы послушать комментарии на зры. Кстати, прикол в том, что я в одном из сундуков находил голову, короче, вот, отрубленную, вот эту вот как раз. Она похожа прямо на Назру, она отражала заклинание. Но я не слышал его мыслей, он со мной не общался. Есть вопрос, а могу ли я, типа, вторую голову найти? По идее, вроде как могу. Так, короче, надо ему рубить правую руку. Я неправильно срубил в прошлый раз. Капец! Так, нужно посмотреть, что у меня есть из еды, короче. Ну, по идее, голод 78. В принципе, я не сильно голоден, но... Если я подкреплюсь немножечко... Блин, неохота, короче, тратить мясной пирог, но, блин, выбора нет. Ладно, подождём. Будем надеяться, что на этот раз у меня нормальный урон прокнет. Да, всё, отлично. Ну, трюк пироманта, конечно, неприятный. А-а-а-а. Блин, меня ещё подожгли. Орёл. Фигня. Так, всё по стандарту. Поднажми. Орёл. Фух, повезло. Так, на всякий случай избавимся от этой руки тоже. А, дряхлый священник что-то там делает, я не успел прочитать. Ну, он собирался кастовать. Так, ладно. Защита. Толчок. Ну, в принципе, он мне наносит один с урона толчком, а я восстанавливаю десять единиц здоровья за один ход. В принципе, мы так можем очень долго продолжать. Не то сделал! Ай-яй-яй. Нет. Надо было по телу бить, а не по ноге. Это из-за защиты. Он мне восемь. Хорошо. По идее, я жёлтый маг, но магию вообще практически не использую, потому что у меня с башкой проблемы начинаются уже. Камень-душ. А, вот откуда я дополнительно камень-душ, на самом деле, это деле. Так, нарисовать символ Грогорода, либо нарисовать символ Винушки. В принципе, Винушка мне поможет... Блин, а я не помню, какие навыки у Винушки. По идее, мне нужна связь с Рхером хорошая. Чтобы изучить врата. Пока что я ничего рисовать не буду. Так. Посмотрим, что у нас здесь есть. Мел. Ну, в принципе, у меня мел уже есть, мне больше не нужен дополнительный мел. Так, здесь я могу открыть. А, заперта. Ну, возможно, сейчас мы раздобудем ключ и как раз-таки всё откроем. Я не помню, каким-то образом я эти двери открывал. Паприка. Мясной пирог. Морковь. Ключ это по мне есть. А, вот! Кожаный доспех, вот где я, кожаный доспех. Всё, в принципе, этот сейф даже лучше, чем у предыдущего. Только лишь благодаря тому, что... Так, был Орёл, значит, попробуем Решку. Хотя, да, у этого Решка очень много раз выпадала. Да, Орёл снова выпал. Предположительно, в следующий раз выпадет Решка. Ну, с сундуками мне не везёт. Большую часть сундуков я не смог открыть. Потому что всякая ерунда выпадала. Книга страхов. Ну, на самом деле, книга страхов мне вообще не нужна. Я могу попробовать сразиться с... Вот этим вот поваром. С новым мэром. Так, давай! Не подведи, давай, Решка. Хочу душу... Рун... А, мина-ловушка. Блин. Хотел руну этого Соломона Снэйка. О, Алхимилия Том Третий. В принципе, тоже неплохо. Тухлое мясо. Трубка. А, мини-ловушка. Так, я ещё здесь не был. Осколки стекла. А-а-а. Так, у меня проблемы с башкой скоро начнутся. Но мне нечем рассудок восполнять. У меня есть только одна бутылка пива, и всё. Так, здесь мы можем... Должно быть, это продовольственный склад в старом городе. Здесь можно немножечко еды... Едой подзапастись. Морковь. Помидор. Пшеничной муки. Помидор. Заплесневелый хлеб. Морковь. Хоть бы пиво где-нибудь было, а. Изолента. Ну да, всё-таки, прошлый сейф был немножечко получше. Только исходя из того, что у меня было кольцо, восстанавливающее рассудок тоже. Мне нужно кольцо, которое восстанавливает рассудок. Я, в принципе, его могу купить. Но я хочу купить сердце. Издалека статуя выглядела убедительно и красиво, но при приближении... При ближайшем рассмотрении она оказалась довольно грубой. Так, ну ладно, давай. Приходит один, приходит другой как раз к ужину. Садись. Напасть на него. Что? Ах ты мелочь. Аааа, блин. Давайте попробуем защиту. Мне в любом случае надо... Отлично. Вилка, блин, дурацкая вилка. Мне по-любому надо срубить ему руку с ножом. Блин. Всё, придётся ресортовать. Так, ладно. Короче, у меня не получается победить вот этого вот повара. Забыл, как его зовут. Но... Так, у меня есть дела, которые я ещё могу здесь выполнить. Пока что отложим битву с ним на потом. Правда, у него есть ключ, который мне так сильно необходим. Да, кстати, я тут победил вот этих двоих. Не помню, в прошлом прохождении я их побеждал. Нет. Так, во-первых, я могу сейчас попробовать сразиться с Даном. И убить его. Так же хочу попробовать... Убить Карин. Конечно же, лечить кровосечение мне нечем будет. Блин, по идее, мне бы не помешало бы убить этого повара. Вот и Карин. Так, ладно, давай сразимся с тобой. Это ты. Что, черт возьми, происходит в этом городе? Что-то очень плохое. Местные жители на тебя тоже напали? Да. Нет, они казались отравленными. Нет. Ну, на самом деле, они на меня не напали по одной причине. Потому что это я на них нападал. Нет. Ты должна быть шутишь. Я не знаю, какое у тебя извращенное чувство юмора. Но это не смешно. Так что просто прекрати это. Эта сенсация только что стала намного громче. Я должна быть осторожен в своих желаниях в будущем. Ты уже, как сказать, ты уже закончишь свое существование здесь и сейчас. Так что потом уже не будет. Что ты по-твоему делаешь? Ты зануда. Ты меня достала. Я тоже убивала раньше. И мысли не допускали, что у меня не хватило бы духа воспользоваться этим пистолетом. К сожалению, я забыл подкрепиться. Так, защита. Она в меня стреляет. И промахнулась! Ты мне дала шанс победить тебя. Но... Ух ты! Вот и все. Вы получаете 6 9-ти миллиметровых патронов, пистолет Люгера и куртку пилота. Кстати, добить ее. Вот если бы был перевод таким, тогда бы я сразу догадался, что полицейских надо добивать. Ну, Бобби, которые встают потом. Так, я взял. Ой, чуть не наступил на капкан. Повезло мне. Тут плохо видно, короче. Так, пиво. Так, во-первых, нам нужно что-то поесть. Дело в том, что еда на самом деле не проблема. У меня есть чем готовить так вяленое мясо. Я, во-первых, могу готовить. Во-вторых, после того, как я повара одолею, я планирую, короче, изучить навык, который мне позволит, ну, меньше питаться, короче. Так, ой. Так, защита. Решил меня укусить, а? Зараза! Он меня заразил! Так, ну ладно, давайте мы сразу второго победим. Так, табак. Отпилим ему голову. Потому что мне нужно очень много камней души, на самом деле. Так, ладно. Напасть на него. Так, защита. Я просто хочу восстановить себе здоровье. Блин, у меня же еще кровотечение. Так, ну в любом случае, мне нужно сейчас будет одолеть еще одного такого же зомби, который агрессивный. И поэтому я пока что не буду избавляться от кровотечения и заражения. Потому что у меня нет ткани, но у меня есть грязная туалетная бумага, которая тоже позволяет избавиться от кровотечения. Но при этом я получу заражение конечностей. Но прикол в том, что у меня и так заражение есть. Поэтому так или иначе мне придется использовать зеленую траву. Ой, не то с дело. Так, самое главное, мне бы не погибнуть. Так, умение побег. Так, вот он. Теперь избавляемся от всех вредных этих как его статусов. Так, во-первых, мне нужно избавиться от кровотечения в первую очередь. Так, это не то. Да, получаем заражение, но в принципе у меня уже и так есть заражение. Используем траву. Ммм, кстати. Зеленая трава с горьковатым запахом обычно используется для лечения инфекции путем втирания в раны. Понятно. Так, и все. И теперь я еще могу подлечиться. Так, голову опаленной луной в качестве торфея. Патроны для дробовика. Так, синяя трава. Кстати, я думаю, что мне надо козла в команду взять. Тухлое мясо. Так, опять-таки мне сейчас нужно восстановить здоровье. Пока что я их не буду убивать. Но мне в принципе позже потребуются головы. Потому что в одиночку сражаться с каким-нибудь финальным боссом будет сложновато. А я уверен, что будет какой-нибудь финальный босс. После того, как я всех одолею. Я не знаю, чего мне ожидать от этого. От Дана. От доктора. Побег не удался. Ой, не то сделал. Так, я, короче, хочу найти кольцо Рейхов. Ну, нет. Это кольцо Рейхов. Это как раз-таки вот у меня есть кольцо Духов. Так. Мне, короче, нужно кольцо Разума. Да, кольцо Разума. Чтобы восстанавливать себе рассудок. А иначе какой я маг без рассудка? Я даже кастовать заклинания пока что не могу. Так. У меня есть три бутылки пива. А, и табак есть. Так, пока что вот так вот сделаем. Пока что я не буду вторую бутылку пить. Потому что, мне кажется, я больше могу восстановить рассудка, чем... Ну, типа, бутылка больше восстанавливает рассудка, чем я восстановлю. Если сейчас выпью. так, белый гриб. Так, сразу же здесь все обыщем, чтобы потом сюда не возвращаться. Так, я там не помню, кстати. Там что-то было вроде. Нет? Нет, здесь ничего не было. Я могу выполнить миссию и получить какой-то щит, но... Не думаю, что он мне нужен. В принципе, две дополнительные головы мне тоже нужны. Пускай будет орел. Но сейчас выпадет решка. Да, я так и думал. Потому что орел в прошлый раз выпадал. Так. Так, тут надо идти аккуратнее, потому что капканы повсюду. Так, все. Вроде бы капканы закончились. Так, яйцо. Синяя трава. Так, яйцо. Так, и вот дан. Этот человек едва жив. Вы уже можете слышать предсмертный хрип, исходящий от него. ограбить. Два шилинка. Так, добьем. Теперь он мертв. Обыскать. Так, а теперь попробуем с Даном сразиться. Хм. Хм. Кажется, он погружен в свои мысли. Просто промолчим. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Что здесь происходит? Бедный ублюдок. У него действительно внушительный набор симптомов. Его тело, похоже, претерпевает какую-то метаморфозу. С одной стороны, все это выглядит как сильный радиационный ожог, но некоторые части тела, похоже, пострадали от обморожения и в целом он находится в состоянии сильной гипотермии. Ну, блин. Я никогда не видел ничего подобного. Странный мерзавец. Просто промолчим. С другой стороны, следует отметить, что, похоже, это не распространяется при физическом контакте или по воздуху. Но, возможно, еще слишком рано говорить, что мы точно в безопасности. Ты-то нет, ты не в безопасности. И вообще, как тебя зовут? Последний в поезде было так много новых лиц, что я не затруднил себя запомнить каждого. Представиться, почему бы тебе сначала почему бы тебе мне не нужны новые знакомства? Что ж, ты пришел ко мне, так что теперь оно у тебя есть. Ты можешь называть меня Дан. Рад с тобой познакомиться. Этот беспорядок требует дальнейшего исследования. Мне придется еще раз проверить ближайшие трущобы. Ты вольно присоединиться, если хочешь. Нет, я хочу на тебя напасть. Ву, придержи, придержи лошадей, придержи коней, наверное. Блин, не знаю, как правильно звучит это выражение. Так, руби и режь. Нет, а я думал, это то, что обычно говорится в таких ситуациях. Может, достал нож и режь? Так, давайте сначала защитимся. Будем надеяться, что он ничего нам болит. Так, поднажми. А надейте, я его сваншочу. Отлично. Итак, аса побеждает. Ну, это я, короче, побеждаю. Так, вы поглотили пустую душу. Так, надеюсь, он меня не лишил конечности? Нет, не лишил. Дан повержен. Обыскать. Светлоголубой флакон, скальпель и шелковый жилет. Ну, ничего полезного, на самом деле. Только, вот, светлоголубой флакон. Вы взяли голову, да, но в качестве трофея. Так, думаю, что от этих ребят тоже придется избавиться, потому что мне нужны душ, камни душ. поднажать. Поднажать. Руку и ногу. Так, вот, жаль, что здесь нельзя конечности восстанавливать. Сюда я больше не вернусь, поэтому я сразу с ними разбираюсь. так, ладно. Пропустим один ход, но потом мы его добьем за второй ход. так, дальше у меня будет этот, как его, стрелок, который, в принципе, может мне поставить крыльсечение. так, стоп, а здесь, здесь же у нас будет капкан или нет? Вроде бы не должно быть здесь капканов. Ну, ссор, надо внимательнее идти, осматривать тут все. Не хотелось бы мне лишиться ног из-за невнимательности. так, тухое мясо. Ну, я думаю, что мне придется в команду взять козла. Дополнительный союзник мне не помешал бы. Прикол в том, что я могу, конечно, себе взять союзников в команду, а потом, короче, после того, как разберусь со всеми оставшимися участниками термины, сразиться и со своими союзниками. Но, блин. это слишком долго. Проще сразу всех убивать. К тому же, я желтый маг, который работает ай-яй-яй. Так, он промахнулся, да? Так, защита. Промахнись. Дурацкое кровотечение. И что мне теперь с этим делать? я не рассчитывал на кровотечение. Так, ну ладно. Серьезно? Стоп, я не получил заражение. А, чудовище повержено. Порох. Так, ну, теперь... Ч... Чье это лицо здесь? Ну, теперь мне нечем будет кровотечение останавливать. В случае чего. Мухомор. уйти. Так, я бы сразился с Марку еще. Но, я боюсь получить от него двоечку смертельную. У него двоечка-то мощная. Абелла, блин, как ее тут зовут-то? Америя, Америя вроде. Которая с травами возится. так, по-любому придется с поваром сражаться, потому что у него есть ключ, который мне необходим для продвижения дальше. Я могу, в принципе, сейчас в город по-другому пути отправиться. Ну, блин, я думаю, канализация куда опаснее, чем сразиться с ним. Ну, ладно, я сейчас как раз-таки попробую убить Амелию или Марку. Ну, Марку, наверное, там будет... Я не знаю, где сейчас Марку на самом деле находится. Либо он уже ушел в город, что вряд ли. Либо он находится рядом с Амелией, но я не знаю, что будет, если я нападу сразу на двух. Они могут... Ну, типа, может ли второй персонаж помочь первому, если я нападу? Или нет? Потому что сразу с двумя сражаться будет сложновато. Так. Ну, блин, их там как минимум двое. Да, их тут трое. Значит, Марка здесь остался. не очень хорошо на самом деле. Я планировал, что я смогу кого-то убить. Хм. Тогда что мне делать? Сохраняться и все? Так что у нас по голоду. Есть шанс... Есть возможность, короче, сразиться с этим, с лицарубом. Но мне нужно избавиться от его руки. С топором. Так. Есть ли у меня какие-нибудь предметы? бодрящие таблетки. Сильный нервный стимулятор. Усиливает восприятие и снимает усталость. Я вот не знаю, смогу ли я ему срубить руку за один удар или нет. Потому что это опасно. Сейчас, если он меня лишит конечности, будет очень плохо. Мне придется все перепроходить заново. Но, с другой стороны, мне ничего особо такого интересного не выпадало. Я бы мог бы все это заново перепройти. Так, а какие у меня есть навыки? Раны. Создайте разрушительный вихрь из своей боли и ненависти. Требуется одно очко концентрации. Бросок, медитация, короткое замыкание. Ну, по идее, можно попробовать в голову нанести раны и не знаю, получится у меня сваншотить или нет, но если повезет, то я его сваншотчу. Ладно, рискнем. Но, мне придется поесть. Будем рисковать. потому, что сейчас мне делать нечего. Нужно будет сохраниться потом. Так, а пистолет, могу ли я пистолет экипировать? Нет, вообще никакого огнестрела. Ну, мне вот это уже нравится, то, что, по крайней мере, вот, желтый маг чем-то отличается от других персонажей. он не способен использовать огнестрел, но зато способен использовать заклинания. А, да, кстати, здесь где-то Танака должен быть, надо у него тоже голову отпилить. Прошлый раз у меня не было возможности. Так, ладно, рискнем. Из сундуков у меня тоже ничего практически полезного не выпало. была, не была. Черт! Так, ладно, короче, я повторил все снова так же, как и прошлый раз. На этот раз мне выпал бременский нагрудник, это раз, это очень хорошо. Во-вторых, мне выпал амулет маленького существа, как раз-таки, который повышает мне возможность уклоняться. Но на самом деле что-то он не работает особо-то. А, нет одной атаки, особо-то и не уклонился. Так, сейчас мне нужно, короче, так. Блин. А может налево? Также я нашел, кстати, этот, как его, библию, короче, бога страха и голода. Так, уходим. Отсюда. Сейчас я иду, короче, мне нужно заполучить этот, а как его? Осколки душ. После чего я сохранюсь, и все. Я могу, конечно, сохраняться через бога страха и голода, но пока что у меня очень много душ будет, и я хочу что-нибудь прокачать. Какие-нибудь навыки. Так, а также в этом городе я не всех врагов убил, но пока что я этим заниматься не буду. Остались вот эти женщины с двумя ножами, которые две штуки или три штуки, ну, три человека. А, еще здесь одна будет. Вот она. Думаю, мне с ними стоит сражаться после того, как я получу ангард способность. Так. Так, сделать подношение. Пока что голову участников фестиваля я тратить не буду ни на что. ты пришедший с подношения, проси, и ты получишь. О, исследователь дальних регионов, прощай. Так, и на этом мы, короче, завершаем серию. Так, во-первых, нужно скрафтить души для начала. Ой, то есть камник душ скрафтить. Так. Так, и сохраняемся здесь на всякий случай. отдохнуть немного. По идее, мне больше делать нечего. И я избавился еще от двух участников этого фестиваля. Башня, направляйся, башня, направляйся к башне. Как той, что под бледным оттенком бога луны. Как я могу вам служить, чтобы странствий голод утолить? Поговорить. Осталось десять душ, и вот четырнадцати больше нет. Великолепно. И для тебя это только первый день фестиваля. Можем ли мы на самом деле иметь в своих руках кого-то с потенциалом? Направляйся к башне, пусть прольется кровь. Как четырнадцать уменьшится до одного, так откроются врата к двору Архера. Как я могу вам служить, чтобы странствий голод утолить? Так, сохранимся. Так, ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok